Розаевский район – второй по величине после Саранска промышленный центр республики. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. Говоря о всех достижениях муниципалитета, его руководитель Александр Саигачев подчеркнул – это только начало, впереди большая работа. На ответственном посту он работает год, но и за это время на Розаевской земле удалось реализовать немало проектов – завершить строительство важных соцобъектов. Это и детский сад на 108 мест, и детский технопарк «Кванториум». Построено два дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Активно строятся и ремонтируются дороги. Фронт работы на год по этому направлению в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обширный. У нас четыре дороги было. Это по улице Юрасова, улице Бульвар-Горшкова, улице Лева-Толстого и в Красном Сельце дорога. Мы практически сейчас заканчиваем. И благодаря поддержке Артема Алексеевича Сдуна, временно исполняющего обязанности главы, нам выделены дополнительные финансовые средства на дороги. На дороги мы еще сделаем сейчас, до октября месяца еще 10 дорог отремонтируем. И общая сумма на дороге у нас будет порядка 155 миллионов. Розаевка такого не видела никогда. Большое внимание уделяется и благоустройству общественных территорий. В Розаевке появилась площадь тысячелетия, сейчас идет реконструкция местного парка, культуры и отдыха, строится аллея машиностроителей. Приводят в порядок и дворовые территории. По развитию промышленного сектора планы тоже обширные. На сентябрь этого года запланирован запуск первой очереди завода конструкционных композитов. Также в планах открытие еще одной площадки стекольного завода. Новые предприятия – это и налоги, и главное – рабочие места. Одна из задач, чтобы людей вернуть сюда, что нужно человеку. Человеку нужна первая работа с достойной заработной платой, на которую он может прокормить свою семью, обеспечить свою семью. Это где он может отдохнуть, тогда благоустроенная территория. Что может посетить для комфортных условий проживания. Ну и жилье. Да, и жилье, совершенно верно. Все эти запросы в районе стараются удовлетворять благоприятные условия для жителей и создают не только в самой Розаевке, но и в сельской местности. К примеру, в селе Трускляй в прошлом году построили две детские площадки – игровую и спортивную. Но проблемы еще остаются. Местные жители рассказали, общественнице школе необходим капитальный ремонт. Еще один проблемный вопрос – бездорожье, ямы и рытвины. Так, к примеру, выглядит дорога по улице Молодежная. С 2012 года была в администрации проектно-смертная документация. В 2018 году она обновлена, пройдена госэкспертиза. В любой момент мы можем сделать перерасчет цен этого квартала. Но все зависит от финансирования. Сумма? 12 миллионов. 12 миллионов требуется. Очень много многодетных семей. Семь многодетных семей у нас. Очень много инвалидов проживает. 31 семья, 31 дом здесь. Юлия Глоблина отметила, эти проблемы требуют безотлагательного решения. От состояния местных дорог во многом зависит здоровье жителей. Автомобили скорой помощи и спасательных служб в непогоду могут попросту не проехать. Социальные объекты тоже должны быть исключительно в хорошем состоянии. И надо помочь. И в этом плане я уже много раз говорила, что вообще федеральная программа нужна по местным дорогам. И сегодняшняя поездка и общение с жителем еще раз это подтвердило. По поводу ремонта школ. Также есть программа сейчас, делается реестр. Включаются туда школы, как правило, сельские, требующие ремонта. Делаю все, чтобы на эту школу попала в план на ремонт. Также в рамках рабочей поездки Юлия Глоблина побывала в селе Сузгарье, где осмотрела местную школу, а еще пообщалась с сельчанами. Здесь тоже совсем недавно появилась современная детская площадка. А теперь это одно из самых любимых мест для юных жителей села. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин. Народные новости. Розаевский район.